привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и его автор ведущий олег сейчас вы видите картинку не мою так сказать персональную физиономию именно этот телефон мы продолжаем с вами рубрику уроки выживания и сегодня как бы я хотел бы сделать вам небольшой обзор и провести тест программы о которой я вам рассказывал я иду домой ну вот мобильный телефон смартфон я использую такой вот марки philips для почему я использовал именно этот телефон потому что бренд philips он как бы выделяется во всей линейке всех телефонов своей мощной батареи не телефон как таково я пользуюсь самым обычным телефоном nokia в целях переговора смартфоном я пользуюсь качестве ну так сказать так сказать в силу специфики своей работы работы мне интересует немножко другие качества телефона то есть это емкость аккумулятора которая будет держать достаточно долго и чтобы на смартфоне присутствовал gps прием и так gps приемник здесь присутствует батарея достаточно мощная держит долго и так приступаем к обзору так снимаю я сам один поэтому как бы не на штативе камеру держу поэтому больших прошу прощения за небольшие так сказать накладочки если будет и так вот он мой телефон здесь у меня в отдельной папочке как вы видите вот она находится папка навигации что я здесь использую навигациях навигациях я использую это навигатор от яндекса навигатор автомобильный навител узи эксплоуер андрозик это два навигатора которые работают так сказать отрисованными картами генерального штаба дальше значит google maps то есть карты гугла и 2 гис что кстати тоже иногда помогает особенно когда поиски где-то в городе идут то помогает но сегодня у нас тема немножко другая то есть мы будем все не рассматривать вот такой лесной именно навигатор которые без карты при помощи голосовых подсказок будет вести нас по лесу и так давайте сегодня мы раз сейчас рассмотрим с вами настроечки внешний вид так вот такая вот видите голосовой навигатор что мы здесь видим мы здесь видим значит вот такую панельку идем домой отключить видение управление целями и до дом то есть ну цель наша какая-то до ширина долгота то есть если вы там например потеряетесь где-то в лесу то вы сможете скажем так по ширине долготе сообщить группе поиска где вы находитесь то есть достаточно вы точные свои координаты дадите и чем упростить задачу для поиска и вот здесь тут у меня уже поставлена . шириной долготой и до дома мне вот видите тут подсказывает мой навигатор здесь чтобы не 16 метров и так что я хотел бы сказать по настройкам вот здесь вот 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 видно что ключик нарисован это идет у нас настройки так установить настройки частота подсказок но давайте зайдем посмотрим то есть есть тестовый 25 метров пешком 30 быстрый шаг 50 то есть вам подсказки будут подсказываться там через там 25 либо через 30 метров либо вы будете на велосипеде ехать либо на машине то есть но я рекомендую там скажем если вы по лесу идете что через каждые 30 метров вас будут корректировать ну вот я поставил 30 метров так вот 30 метров убираем точность доведения количество оставших метров до дома при окончании работы но чтобы прямо что конкретно в точку и пришли вы можете поставить там до точность доведения там до 5 метров но все равно это все зависит от вашего gps приемника и вот точности ну там скажем она идет где-то там 30 метров ну это надо хороший конечно gps приемник иметь чтобы он у вас до 5 метров довел поэтому вот у меня по умолчанию стояла здесь 20 метров 20 метров уже определитесь конкретно где вы находитесь в ту ли точку вас привели и так далее то есть я считаю что 20 метров вы вполне достаточно так здесь выбор слоя карты спутник схема это при подключении интернета у вас будет эта карта и не думаю что она там будет вами использоваться я лично когда захожу в лес я вообще собственно говоря отключаю сразу все ставлю телефон в режим 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 полета то есть тем самым я сокращаю скажем использование батареи батарея намного дольше сохраняется для чего это делается потому что когда вы далеко находитесь от приемника то есть от соты мобильной мобильной связи то приемник у вас начинает усиленно искать эту мобильную связь тем самым сжигая вам аккумулятор если у вас все карты закачаны заранее то есть вы используете не только там приложение я иду домой там а там google maps например да яндекс карты какой-то navitel навигатор да я вам рекомендую заранее закачать все карты для того чтобы на и наиболее скажем рационально использовать свой аккумулятор на своей батареи так включить пищалку ну не вижу необходимости в включении пищалки ну давайте оставим эту пищалку она да для точности наведения скажем вас так ну и звуковой пакет понятно что лэнгвич пакет это там выбираете какой вам русский украинский так далее я вот например языковой пакета родной русский выбрал по телефон на телефоне у меня стоит настройки gps а здесь вы включаете отключаете автоматически работают на всему то есть когда при включении этого приложения у вас будет включаться автоматически скажем так gps прием вот некоторых приложениях он на некоторых смартфонов его нужно включать вручную если вы поставите здесь галочку и зайдете в это приложение он будет включаться у вас автоматически так дальше настройки звука выключать автогромкость то есть здесь по умолчанию стоит автогромкость максимальная громкость если вы выключите значит автогромкость то будет стоять именно системным уровнем то есть какой вы поставили вот видите здесь у вас на всех практически смартфонов в одном и том же месте находится звуковые клавиши именно так как вы поставили именно с тем звуком вам будет и подсказки идти а если же нет то будет автоматически оповещать вас на полную громкость дальше инструкция то есть будет приветствовать вас это для написано что он для чайника в принципе не надо тоже для экономии батарейки вы тоже можете и включить я пока отключать не буду что он было более понятно вам дальше выбор способа оповещения то есть каким способом вам будут оповещать корректировать ваше движение то есть либо повороты будут осуществляться в градусах либо в часах циферблата либо в детском режиме ну там в детском режиме это идет знаете там кошка это влево собака это вправо корова назад птицы это вы идете правильно то есть вот таким вот способом дальше в градусах вас будут поворачивать и там поверните налево там на 180 градусов да это ну тоже понятно всем от круг и круг часы циферблата сразу хочу вам сказать что часы циферблата то есть это будет по умолчанию вы как будто бы идете там на 12 часов до и вам когда говорят поверните на 8 часов ну то есть вот вы идете на 12 до стрелочка на 8 она находится у нас здесь в этом углу значит поворачиваете сюда на 8 если говорят на час ну соответственно здесь на час тут на три часа вы будете идти от поворот то есть но лучше конечно поставить градусов и скажем так а ну а нужно будет стоять и по умолчанию очень часто очень часто он теряет gps связь ну то есть флажок зашли в какую-то вы да там и так далее поэтому вам замучают скажем вот это вот то что по потере идет сейчас с gps приемником поэтому рекомендую всем здесь поставить галочку на этом в этой графе для того чтобы не мучила вас вот это вот нашел потерял там gps значит сигнал то есть ставите галочку и избавляетесь от надоедливого вот это вот предупреждение уведомление о том что сейчас идет потеря gps сигнала ну и выключите расстояние то есть будет вас уведомлять о том что до такого-то дот до дома скажем так который вы выбрали осталось там 200 метров там 40 метров 15 метров а очень часто возникает проблемы с этим с озвучкой расстояние если она возникает постоянно путается то можете отключить но я не отключаю все собственно говоря и дальше идут настройки интерфейса я сюда не лезу в эти настройки интерфейса если вам интересно вы можете полазить здесь вот таким вот образом работает выглядит значит наша программкой идем домой следующие значит передачу будем снимать уже в лесу сейчас мы с вами настроили наш телефончик под себя и следующий теста будет уже непосредственно в лесу всем спасибо с вами был канал я и мой хвост я его автора ведущий олег заслужите доверие и уважение и у вас все получится а